Привет из прошлого! Выехал я тут вечером покататься на поле, пофотографировать птичек на удачу. И знаете, кого я встретил? Птенца Чибиса! Я уже второй год подряд пытаюсь найти гнездо Чибиса с хладкой, но каждый раз приезжаю на дачу слишком поздно, и поэтому ни гнезда, ни кладки не нахожу, но в прошлом году я находил птенца. Он от меня убежал, правда. А в этом году я его нашел, запечатлел и на видео, и на фото, и даже подержал его в руках. Ну и вот пока мама с папой летают сверху, малыш сидит в земельке. Красивый. Типа, заныкался. Сейчас я его поближе засниму. Хорошенький такой. И там где-то еще его дружок летает. Ой, летает, бегает. Какая лапуля. Я надеюсь, родители не будут против, если я дотронусь до него. Он такой тепленький. Хорошенький. Ну что ли, какой лапочка. Он даже не пытается убежать. Не то, что прошлые малыши. Слушайте, какой прелестный птенчик. Я, конечно, не сделал ему плохо. Я его отпущу сейчас к родителям, которые беспокоятся за него. Ну, в этом году я опять не нашел никакой кладки. Ни гнезда, ни кладки. Но в очередной раз нашел птенчика. Заснял я его поближе, подержал на руках. В прошлом году он от меня убегал. А потом говорит, вон какая лапочка. Сидит, молчит. Умница. Ну что, будем прощаться с этим малышом. Отпустим его на свободу. Я их увидел несколько тут. Вот одного только, так сказать, зафиксировал. Видео и фото. Ну ладно, малыш. Давай аккуратненько. Иди в травку. Мама с папой волнуются за тебя. Смотрите, какая лапочка просто. Камуфляж великолепен. Я в восторге. Я очень доволен. Не зря я сегодня выбрался на поле. И нашел этого маленького. Ну все. Пока, сладенький. Оставайся здесь. Вот вы его увидите вообще вот так вот. А он есть. Мамка с папкой волнуется. Ничего ему плохого не сделал. Все хорошо. Не волнуйтесь. Вот он жив-здоров. Пока-пока. Из этого всего я могу сделать вывод, что одна и та же семья чибисов, несмотря на то, что на поле ведется стройка, продолжает селиться в одном и том же месте. В прошлом году я в этом месте находил птенца. И в этом году в этом же месте, ну плюс-минус несколько метров, я опять обнаружил птенца. Причем их бежало там минимум двое. Просто я зафиксировал одного и его вот нашел. Это не может не радовать. Но главная задача моих поисков остается именно найти гнездо вместе с кладкой. Понятное дело, яйца я в руки никогда брать не буду. Я знаю, что некоторые птицы после этого не возвращаются в гнезда. С птенцами все по-другому. Потому что птенец уже бегает, самостоятельно добывает пичу. У него носик грязи, как вы могли заметить. Вот. Ну, круто, круто. Здорово. Я очень доволен. И бонусом, вот видите, видите, это водонапорная башня нашего СНТ. Я все никак не договорюсь с председателем, чтобы сходить и посмотреть внутренности этого творения. Потому что оно стоит здесь вообще с военных лет. Этот участок, это была стратегической точкой. Да. Интересно посмотреть, что внутри. Мне кажется, там полная жопа. А судя по всему, в этой водонапорной башне, вот там вот под козырьком, находится гнездо какого-то хищника. Я не понял, там либо сокол, либо ястреб. Я услышал, как туда птичка залетела, и в ответ были звуки птенцов. Слушайте, ну обязательно оттуда сходить. Он мышь принес туда. Вы видели это? Там точно гнездо хищника. Ястребу, по-моему. Он только что прилетел, принес туда мышь, и вот они разлетелись сейчас в разные стороны. Офигенно. На этом, пожалуй, все. Удивительный мир животных и птиц нас окружает. И если в это не вмешиваться, а просто наблюдать, то можно найти очень много чего интересного и кого. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне сказали, что именно так надо делать, потому что люди сами это забывают сделать. И вам спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...